Еще недавно на этих станках делали кожаные сумки и ремни. Но за считанные дни оборудование перепрофилировали. И теперь на фабрике выпускают не аксессуары, а защитные маски. Основная задача отшить, отвезти в штаб волонтеров, отвезти в какие-то госучреждения, где люди, которые должны сейчас вынуждены находиться на работе, вынуждены передвигаться по городу, катастрофическая нехватка масок привела к такой идее. Маски мы не продаем, мы их раздаем. Одного желания помогать недостаточно. Без особого разрешения на ведение трудовой деятельности во время режима самоизоляции работать запрещено. Об этом людей ежедневно информируют сотрудники полиции. Уважаемые жители Коста Крыма, напоминаю, что на полуострове в среднем распространение коронавирусной секции ведет режим повышенной готовности. По возможности оставайтесь дома. Сначала предупреждают, но за повторное нарушение административные штрафы. Это касается всех людей, должностных и юридических лиц организаций. Сейчас свою трудовую деятельность на данном этапе прекращать. Я сейчас закрываю вашу миску. Сейчас кем он уходит. Хорошо. Но больше всего работать приходится врачам. В центре медицины катастроф и скорой помощи телефоны не умолкают. Здесь принимают звонки со всего Крыма. Скорая 19 слушает. Здравствуйте. Я слушаю вас. Что с вами случилось? Температура. Пациент с высокой температурой. Был за пределами полуострова. Подозрение на коронавирусную инфекцию. На счету каждая минута. Но перед выездом к таким больным врачи обязаны надеть противоэпидемический костюм. Все делают быстро, помогая друг другу. Процесс не самый простой. Комбинезон и халат, повышенной прочности, респиратор, очки, две пары перчаток. Находиться в таком костюме действительно некомфортно. Становится жарко, очки начинают потеть. Но защита превыше всего. По правилам безопасности медицинский работник должен снимать костюм самостоятельно. Для этого все завязки фиксируются на одной стороне. Жизнь пациента – вот что важно. О собственном комфорте врачи не думают. Медики призывают жителей полуострова сидеть дома. Ведь они каждый день рискуют своим здоровьем ради нас. Быть дома, не бродить, не ходить, соблюдать личные меры гигиены, мыть руки, ходить в повязках, следить за температурой, меньше контактировать со своими пожилыми родственниками. Эти меры соблюдать нужно всем, в том числе и сотрудникам экстренных служб. 24 на 7 они готовы оказать помощь. А еще продавцам, фармацевтам и представителям СМИ. Быть в курсе главных новостей и событий на полуострове можно, не выходя из квартиры. А мы поможем вам в этом. Журналисты не прекращают работать для вас. А вы, в свою очередь, оставайтесь дома. Берегите себя и своих близких. Наталья Жадько, Евгений Гарбузов. Утро нового дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова